Здравствуйте! В эфире же недельной новости Смоленск КС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Самый акцент у нас делается на качественное обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Итоги дня охраны труда. Это довольно сложно, но я уверена, что мы справимся и преодолеем это все. В Десногорске стартовал 11-й международный военно-патриотический слет Отечества. Очень добрые и благожелательные сотрудники помогли мне простым и доступным языком объяснить, что же на самом деле происходит и на самом деле ли безопасно. Я убедился, что да, безопасно. Фотоблогер живого журнала убедился в безопасности атомной станции. Мы это помним, мы это чтим, и наши дети об этом тоже не должны забывать. Митинг на Кургане Славы. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Суммарная мощность их станции 23 896 мегаватт, суммарная выработка 96 757 миллионов киловатт-часов, что составляет 102,7% к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС в работе 1-й и 2-й энергоблоки, нагрузка суммарная 2039 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Блок номер 3 в среднем ремонте, 26-е сутки с ЧЗТК и модернизацией работы в графике. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствуют естественным природным значениям. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Электробезопасность», «Требования охраны труда при выполнении работ с вредными веществами и горючими жидкостями». Были проведены проверки во всех подразделениях. Центральными комиссиями были проведены проверки под председательством директора ПОО «ЦХУТАИ», под председательством главного инженера была комиссия на объекте «Пристрой ХАЯТ». И первым заместителем главного инженера по эксплуатации комиссия проверяла состояние охраны труда в ОИКТ. Все замечания, сформированные по результатам проверок, переданы в подразделения для устранения. В этом месяце у нас произошли изменения, в том числе по формату проведения проверок. В рамках Дня охраны труда теперь ежемесячно все руководители высшего звена управления атомной станции будут проводить проверки не только в закрепленных подразделениях, но и в смежных подразделениях. Это было в том числе требование по результатам проведения четвертой ступени контроля на атомной станции, которая прошла в феврале месяце. Сейчас в график проведения проверок в рамках ДОП внесены соответствующие изменения. На атомной станции проводится большой объем сейчас ремонтных работ, работ по модернизации третьего энергоблока. В этой работе задействовано большое количество персонала подрядных организаций, подрядным организациям, к работникам подрядных организаций. Обращаюсь к требованиям по выполнению правил охраны труда, по неукоснительным выполнениям. И в рамках контроля за выполнением требований охраны труда организована работа по инспекции ремонтной площадки, где мы совместно со специалистами охраны труда, подрядных организаций выходим непосредственно в зону выполнения работ. Практически ежедневно, перед началом работы, проводится краткий инструктаж. Выделяются наиболее, скажем так, значимые работы. Оговариваются условия проведения этих работ. Основной акцент у нас делается на качественное обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, оборудованию рабочих мест. Стараемся уделять внимание правильной организации рабочего процесса, с тем, чтобы не допустить случаев неприменения работниками СИС. На это у нас и административные моменты направлены. На это мы обращаем пристальное внимание. Персонал у нас привержен охране труда. Грубых нарушений охраны труда у нас за последние периоды не зафиксировано. Сначала работа нашей организации, мелких травм, микротравм, любых других несчастных случаев у нас зафиксировано не было. В городе атомщиков Десногорске открылся ежегодный военно-патриотический слет Отечества, организованный Смоленск-АЭС администрацией города при поддержке концерна «Росэнергоатом». Его участниками стали более ста школьников из городов-спутников АЭС – Десногорска, Удомли, Курчатова, Волгодонска, а также из Смоленска, Москвы, Брянской и Московской областей, Республики Беларусь и Чувашской республики. Традиционный военно-патриотический слет мы проводим в июне месяце, накануне Дня памяти и скорби 22 июня. У нас с вами в сердцах останется подвиг наших дедов, наших отцов. Председатель профсоюзной организации Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» Константин Журавлев выразил уверенность, что несмотря на спартанские условия, юноши и девушки получат незабываемое впечатление от участия в военно-патриотическом слете и приобретут много новых друзей, общение с которыми продолжится и за пределами палаточного лагеря. К концу данного слета, я уверен, вы будете одной единой командой. И для того, чтобы это случилось, необходимо в первую очередь соблюдать все правила, слушать инструкторов и обязательно оказывать поддержку и взаимопомощь друг другу. Уже не первый год в военно-патриотическом форуме принимает участие команда из Республики Беларусь. Крепкое сотрудничество связывает два братских народа не только в сфере развития атомной энергетики, но и в патриотическом воспитании молодежи. У нас с вами, с Россией общая история, общие корни. Мы вместе прошли через очень многие испытания, поэтому я считаю, что очень важно учить нашу молодежь быть настоящими патриотами своей Родины, любить ее и защищать. В условиях, максимально приближенных к армейским, под руководством инструкторов и наставников из Организации молодых атомщиков Смоленск АЭС и военно-патриотических клубов новобранцы будут изучать историю Отечества, пройдут начальную военную подготовку, научатся преодолевать полосу препятствий, ознакомятся с азами туризма, ведение поисково-разведывательной работы. В программе ежедневные тренировки по стрельбе, сборки-разборки оружия, тактики ведения боя, скалолазанию, самообороне, подготовка к сдаче норм ГТО, лекции по оказанию первичной медпомощи. Также с экскурсиями ребята посетят первую пожарно-спасательную часть и музей поискового движения. Приехала в первый раз, впечатление положительное. Конечно, мы к этому были не готовы, это довольно сложно, но я уверена, что мы справимся и преодолеем это все. По традиции, финальным состязанием среди команд станет полоса мужества, на которой команды покажут все, чему научились за дни, проведенные в военно-полевом лагере. Завершится слет 28 июня. Денис Максимов, автор публикации «Смоленщина-производственная» в интернет-издании «Живой журнал», посетил Смоленскую АЭС в мае этого года. Экскурсионный визит был организован при поддержке регионального центра по атомной энергии в рамках проекта «Росатома. Наука для каждого». В первый раз блогер побывал в реакторном и турбинном зале в помещении главных циркуляционных насосов на полномасштабном тренажере блочного щита управления. Сейчас путь пролегал через очистные сооружения лабораторию внешнего радиационного контроля. Специалисты рассказали ему обо всем, что интересовало. В современных методах биологической очистки, в стационарных постах и переносном оборудовании для контроля радиационной обстановки, в мобильных устройствах, готовых произвести измерения в любой географической точке. Я уже не первый раз, и я приехал, потому что мне очень понравилось, и я хотел узнать глубже и подробнее, как устроена атомная станция, и в частности вопрос экологии. Очень добрые и благожелательные сотрудники помогли мне простым и доступным языком объяснить, что же на самом деле происходит, и на самом деле ли безопасно. Я убедился, что да, безопасно. В День памяти и скорби 22 июня на траурный митинг на Курган Славы собрались жители Десногорска. Самая короткая ночь в году – ночь мужества, воли и бесстрашия, а затем 4 года и 27 миллионов унесенных жизней. Это каждый восьмой житель нашей страны. Ежедневно в страшных боях гибли тысячи героев, героев, стоявших за свою родину, за свой дом и близких. Вот итог вероломного нападения гитлеровской Германии на наши рубежи. Спустя 77 лет русский народ продолжает бережно хранить и чтить память о тех страшных событиях. Сотни десногорцев, в основном это юное поколение, воспитанники лагерей, волонтеры Центра культуры и молодежной политики, участники патриотического слета Отечества, пришли в этот день отдать дань воинам, павшим на полях сражений. Поисковые отряды кропотливо собирают по фрагментам историю. У подножия мемориала Курган Славы захоронены 1200 останков, поднятых поисковиками. На последней вахте памяти с 25 апреля по 6 мая отрядами за Родину и Высота найдено 118 солдат. 17 медальонов, 7 из них прочитано. За титаническую работу по поиску и восстановлению исторической памяти и имен героев председателю Совета ветеранов войны и труда Игорю Журавлеву от Смоленской областной думы вручил почетную грамоту депутат Михаил Лосенко. Такие мероприятия это есть, воспитание нашей молодежи. Не зря я сегодня за такую работу председателю вручил почетную грамоту Смоленской областной думы. Ветераны и поколение среднее мы занимаемся воспитательной работой, особенно среди молодежи. У нас молодежь замечательная. По традиции митинг завершился возложением цветов и венков к братским могилам. Все, кто пришел в этот день на Курган Славы, понимают, как важно помнить о той войне и не допустить ее повторения. Это дата памяти. Это память о тех, кто положил в свои жизни в первые годы Великой Отечественной войны для того, чтобы немцы не смогли осуществить свой план по захвату нашей Родины. И им это удалось, мы это помним, мы это чтим. И наши дети об этом тоже не должны забывать. Нашу девочку мы привели для того, чтобы она поняла, что здесь захоронено столько много погибших солдат, значит, чтобы у нее осталось в памяти надолго-надолго. Любой участник этих действий, это уже герой. Он должен хранить память, мы должны ее хранить, чтобы помнить и не повторять ошибок времени. То, что в этот день на Кургане Славы было так много молодых людей, говорит о том, что гордость за своих героев передается в нашей стране от поколения к поколению. 27 июня в 22.00 на баскетбольной площадке 4-го микрорайона в рамках Дня молодежи состоится показ в короткометражных фильмах молодых авторов. А 30 июня на территории городского пляжа с 15.00 состоится праздничная программа, посвященная Дню молодежи «Я молодой». В программе соревнования по пляжному волейболу, фестиваль красок, праздничный концерт, фаер-шоу. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.